Добрый день, уважаемые зрители канала Финверсия. Вот, наконец, обещанный нами эфир, который мы вынуждены были перенести из-за того, что Сапсан уже ездит очень быстро, а вот интернет там пока низко-высоко-скоростной. И вот Евгений Коган вернулся в Москву и с нами обсуждает тему, которая является, понятно, одним из главных триггеров на рынке. Это тема воздействия выборов на рынке. Выборов, естественно, американских, а не нашего единого дня голосования. И выборов в том плане, что уже на следующей неделе вот это воздействие, мы, собственно, видим это воздействие сейчас в споре демократов и республиканцев вокруг объемов помощи бизнесу и населения. Но на будущей неделе, наверное, будет пик, потому что состоятся прямые дебаты между Байденом и Трампом. И, Евгений, перед этим я бы хотел озвучить ту же версию, которую, может, многим нашим зрителям набило оскомину, но когда заходит разговор, я сначала просто озвучиваю свой довольно примитивный, такой простой взгляд на рынок и уже жду, развеешь ты его или дополнишь или какие-то другие нюансы. Мне кажется так, что если Трамп, хотя уверенность в этом становится, даже не уверенность, а уже надежды на это становятся все меньше, если Трамп, то рынки прореагируют довольно серьезным подъемом в силу того, что Трамп стал символом определенных подходов, влияющих на фондовый рынок. Если Байден, то сначала просадка, некое ожидание рынка до того, как будет, а, сформирована команда конкретная, как будет развиваться сюжет с ФРС, потому что понятно, что председатель ФРС не впрямую зависит от президента, а вот министр финансов впрямую. И третий момент, когда вот будет вот это вот понимание, что у Байдена было в программе для лозунгов, а что по-настоящему. Лично меня, конечно, очень напрягает, как потенциального инвестора, тема корпоративных налогов, которые будут подняты, хотя, возможно, это просто лозунг. Но после этого, возможно, тоже подъем рынков. Вот моя основная такая обывательская инвесторская версия. Что в ней так или не так? Знаешь, есть два варианта. Вариант первый. Орел или Решка. Но бывает еще третий вариант, когда зависло в воздухе. Вот я очень боюсь, что эта ситуация немножко повисит в воздухе. Поясню. Понимаешь, какая штука? Голосование по почте. Голосование по факсам. Тут я писал на днях, у меня товарищ, американец, прибежал ко мне с криками, Женя, где у тебя факс? Я говорю, ты совсем с ума сошел? Да я тебе лучше пулемет Максим найду, и то проще из него пострелять, чем факс найти. Он говорит, нет, хочу участвовать в голосовании, считая, что это особо носно. Но я покрутил у виска, сказал, где можно найти факс, в каком направлении двигаться. Он туда и побежал. Вот. Но смотри. Ну, извини, кстати, если это близкий друг, у меня есть факс, я остромодный, до сих пор не выбросил. Если что, могу отдать. Да, это мой близкий друг. Отдавать не надо, просто он тебе прибежит, он редкая зануда. Он сказал, я буду голосовать, решается судьба человечества. Потом долго мне в течение часа объяснял, почему она решается. Я сказал, ты абсолютно прав, побежал по своим делам. Ну, ладно, а если серьезно, смотри, я боюсь, что ни одна из сторон не признает результатов голосования, потому что, понимаешь, правила изменились. А поскольку на кону очень и очень большие деньги и все, что угодно, это первое. И второе, потому что Байдену нечего терять, по большому счету, ну, кроме как, то, что спать придется поменьше. Вот. А вот Трампу есть чего терять. И ты же понимаешь, что за все, так сказать, те косячки, косякушечки и так далее, которые у него были, ему придется ответить. Причем самый минимум – это за манипуляции на фондовом рынке. Потому что, ну, мы это с тобой понимаем, а я думаю, что не только мы понимаем, что Трамп у нас гонял рынки туда и сюда. И при определенных обстоятельствах это можно признать как классическую манипуляцию рынком. Согласись. Вот. Я заодно посмотрю, что у меня там за температура. А, ну, все нормально. Жить можно. Да. Так вот. Это был замер температуры не рынка, а лично Евгения Когана, да? Да, тут что-то простудилось. Евгений, извини, вот одно маленькое соображение. Но мы же видим исторически, что все-таки у американцев есть одно правило, которое, кстати, я считаю для России полезно, особенно для нашей оппозиции, что президент не должен, в общем, отвечать за то, что он совершил на посту президента. Президент ядерной державы. Вот темы Путина к ответственности, Трампа к ответственности, мне кажется, такие немножко неправильные темы, как бы мы ни относились к политикам, да? И вот тебе не кажется, что тема потенциальной ответственности Трампа, она преувеличена? Или ты считаешь, что может случиться? Ты понимаешь, в нормальных условиях преувеличена, а в реальности... Знаешь, у меня сегодня был разговор очень интересный, я об этом обязательно на днях напишу. Мой хороший товарищ, поехал учиться, но не буду называть место, не буду называть город. Смысл такой, поехал учиться на МБА в одном из самых крутых, вот круче нету, университетов мира, не Гарвард. Так вот, МБА, ты знаешь, он мне звонит сегодня в шоке. Говорит, ты знаешь, не то, что левизна, а такая, говорит, матерая левизна. Знаешь, чего он мне рассказал сегодня? Я от чего упал просто? Вот некий кейс, ну там, МБА, это же в основном учеба на кейсах, и вот дали им кейс. Вот некая группа, там, вот туда-сюда, там, они обсуждали две недели, и потом один очень известный там человек, очень богатый человек, у них принимал экзамен, бизнесмен. Ну, не экзамена, как бы, спрашивал, ну вот, и в итоге он спрашивает, слушай, ну и, ребята, вот скажите, а в чем ваш вот такой вот самый сильный поинт вашей группы? Вот как ты думаешь, что они сказали? Что-нибудь из раздела толерантности, нет? Бинго. Мы на 80% необычные все. Ну, то есть ты понял. Ты понимаешь, да? То есть, ты понимаешь, вот это главный позитивный момент. Не умные там, не талантливые, не команда какая-то. Да, 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 все, что угодно. Мы на 80% все, это самая наша сильная страна. Ну, как тебе сказать, я, честно говоря, упал, вот, когда он мне это рассказал. Он говорит, ты понимаешь, ну, ты понимаешь, я нормальных взглядов человек, и должен тихо сидеть, тряпочку помалкивает, когда идет такая вот жуткая левизна на тему, что надо сейчас поднять налоги, надо богатых заставить заплатить за все, ну и так далее. Говорит, и самое главное, что это сегодня ключ к процветанию, ключ к продвижению. Личному. Разумеется. Профессура за счет этого продвигает. Зачем она более левая, тем ей легче продвигаться. То есть пошла какая-то полная шиза. И это очень серьезно. Поэтому, возвращаясь к твоему вопросу, в данных условиях может быть все, что угодно. И Трампу, правда, есть чего терять. И он будет драться зубами. В этом контексте Трамп, это такой последний носитель бремени белого человека, если говорить грубо и не толерантно, да, такой последний белый дядюшка Сэм, который пытается Америку вернуть в историческое русло тогда? Да нет, ну, во-первых, это неважно, белый или черный, там, голубой или розовый. Мне это неважно. Важно другое, что, пойми, у Трампа очень много косяков своих. Косяков конкретных. Очень жестких. От личных качеств до того, что он натворил. И с коронавирусом он накосячил. Много чего он наделал. Вот. И ему будет что предъявить. Вот это будет любопытно. Поэтому, еще раз говорю, ему есть чего терять. Я не говорю, что он будет работать а-ля батька. Вот. То есть, зубами держаться, если Чуамон позовет. Вот. Но он будет оспаривать до конца, даже если проиграет. Но другая сторона такая же. Поэтому я жду очень большой период нестабильности. А когда возникает нестабильность, тут пару моментов. Первое. Все это будет сопровождаться обострением ковида. Потому что, ты же видишь, сейчас уже у нас идет сильное обострение. Я думаю, что это цветочки. Обострение у меня еще с температурой, связанной с зимой в северном полушарии? Разумеется. Разумеется. А в связи с этим вот вопросом. Мы недавно проводили опрос. И среди вариантов, вот относительно Байдена, Трампа и так далее, на финверсия. И среди вариантов 17%. Меня удивил огромный процент. Считает, что либо выборы были сорваны, либо признаны недействительными. И все чаще звучит мысль. А вот вариант гражданской войны в США. Мне всегда казалось это таким, значит, инфантильностью. Немножко непонимание американской системы, американской ментальности. У нас все-таки мы видим, что Америка это страна, в которой первым делом проигравший кандидат звонит выигравшему. Потому что он не Явлинский, не Зюганов и заявляет не о подтасовках, а поздравляет и дальше спокойно занимается политикой. Вот ты думаешь, что вот эта ситуация традиционно будет нарушена в этот раз, по сути? Я думаю, да. Я не уверен, что она будет на 100% нарушена. Но драка будет нешуточная. И она будет длиться какое-то время. Учитывая, что эта драка будет сопровождаться ростом заболеваний. Учитывая, что я не знаю, будут ли вводить новые карантины. Но, по крайней мере, ограничения опять же будут вводиться. И, соответственно, это будет, опять же, удар по экономике. То трясти будет, мы же про рынки, в принципе, говорим. Так вот, трясти будет не по-детски. Поэтому я... Извини, в связи с этим вопросом. Вот я тоже начну издалека, и постоянные зрители это уже слышали. Но это надо повторить. Когда был прошлый спор, я был уверен, что Клинтон, да, сидел ночью, смотрел на CNN. Было интересно, как штатики, значит, синеют новые Англии. Потом началось тотальное покраснение. То есть не то, что там Средний Запад, да, а вот весь бассейн Миссисипи. Ну, ты помнишь всю эту историю. Потом посинела Калифорния. Но это уже не... И, по-моему, Аляска посинела, но это уже не спасло, да. Для меня было неожиданностью. Для меня Трамп оказался фриком, таким вот немножко анекдотичным персонажем. Поэтому я себе не очень доверяю. Но последний там год я был уверен, что, конечно, Трамп второй срок. Трампономика, конечно, не рейгономика, но а-ля то же самое. Однако ситуация резко изменилась. Трампу не повезло очень с этим ковидом политически. И второй момент. Значит, политические опросы, социологические опросы показывают отрыв на 7% Байдена. И, соответственно, констатируют, что вообще-то исторически за три месяца до выборов такой разрыв никогда никто не преодолевал. С другой стороны, на чаше весов, только один случай в Америке, когда вице-президент, отбывший некогда вице-президентство и выпавший из Белого дома, возвращался в качестве президента. Это был Никсон. Ни разу вице-президенты бились, но ни разу не выигрывали. Они либо выигрывали несколько раз сразу после своего президента, успешного, как Джордж Буш, старший после Рейгана, либо уже нет. То есть вроде как и здесь статистика, если так брать теханализ условно, говорит против Байдена, а опросы против Трампа. А вот по твоим ощущениям все-таки, что может быть... Не то, что ты с уверенностью, наверное, тоже не возьмешь... Я понимаю, можешь не продолжать. Во-первых, у меня нет ощущений. Ты знаешь, ощущения – это вот хорошо с девушками. Вот там, знаешь, на ощущениях. А здесь у нас анализ. А мой анализ говорит о следующем. Дело в том, что американское общество, оно очень сильно изменилось. Свобода слова там, ну, это-то забудь. Общество настолько несвободно. Вот. В Америке сегодня признаться в том, что ты поддерживаешь республиканцев, Трампа, ты что, не дай бог, во всех опросах они могут говорить все, что угодно. Я этим опросам сегодня не верю. Не потому, что они нечестные. Нет. Люди вполне искренне говорят... Потому что люди хотят в вопросе выразить другую позицию, выглядеть приличными, да? Конечно, конечно. В приличном обществе сегодня в Америке говорить о том, что ты за Трампа, ты что, тебя сотрут в порошок. С тобой разговаривать не будут. Ты будешь расист, фашист и так далее. И пойми, тебя опрашивают. Не анонимно, а тебя как бы опрашивают. И ты хочешь, чтобы люди сами признавались, что они типа за фрикой, вообще за какого-то ненормального человека? Нет. Поэтому этим прогнозам я не верю. И я думаю, что многие, говоря одно, будут реально голосовать по-другому. Это первое. Второе. Впереди у нас с тобой очень интересная штука. Вот эти вот дебаты. Ты обратил внимание... Я не знаю, сегодня прошла новость или когда. Трамп, значит, заявил, что ребятки, ну-ка показывайте, чем вы будете там Байдена накачивать. Байден, пойди, сдай анализы до этого самого, значит, до дебатов. Ну, ты же понимаешь, что по-нормальному Байден стоять против Трампа в дебатах, ну, это смешно. Ну, он либо уснет, либо что-нибудь сморозит. Либо куда-то не туда понесет. Соответственно, ему там будут давать в лучшем случае какой-нибудь старичок. Я имею в виду какое-нибудь средство для укрепления мозгов. Ну, этот, подождите. Чем у нас спортсменов-то балуют? Ну, мельдонги вот. Что-то на мы, да. Ну, да-да-да, мельдронат. Ну, я смеюсь, конечно. Так вот, наверняка что-нибудь будет. Вот он и требует. Ну-ка, давайте-ка по-честному. Видишь, это уже почти как схватка боксеров. Ну-ка, давайте анализы, давайте взвешивание. Самое смешное, если будет еще взвешивание тоже. Вот. Поэтому это тоже будет очень любопытно. Правда, реально любопытно. Но, ты понимаешь, все-таки, я думаю, что Америка сегодня, она действительно очень сильно качнулась влево. Это правда. И это чудовищно. И самое главное, это все идет еще с войны, с этой самой профессуры, которая рождает новых. Вот эта вот либеральная, ультра-либеральная профессура, которая сделала себе бизнес на этом. Понимаешь, сегодня, еще раз говорю, это бизнес быть левым. И это очень трагично. И ты знаешь, вот у меня, ну, в Штатах, в Канаде много родней живет и так далее. Вот я общаюсь с моим родным братом. Ну, правее его ток стенка. Так же, как правее его жены. Так вот, дочка у них, 16 лет от роду, левацкая, сейчас на баррикады пойдет. Вот. Когда я шучу насчет там БЛМ, так ты что, не дай бог. Я с ним разговариваю, она там рядом проходит. Она мне, дядя Женя, как вы можете? Вот, ну, это очень смешно. Вот. Короче говоря, понимаешь, но, что я вижу, тем не менее, моя старшая дочь, которая уже скоро 25, она тоже была очень левацких взглядов. Ну, прям очень. Слушай, закончил университет, поработала. Сейчас заканчивать юридическую академию. Уже ее заранее взяли в очень крупную юридическую контору. Ну, талантливая девчонка. Так что ты думаешь, она уже резко изменялась. У нее же мозги встали на место. То есть все по Черчиллю, который сказал, что кто не был в юности либералом, у того нет сердца, кто не становится консерватором в возрасте, у того нет умов. Да, но вот, к сожалению, к великому, вот это отсутствие ума, вернее, желание халявы, оно все больше и больше действительно разлагает общество. Это серьезно, понимаешь? И для многих это бизнес, для многих средства выживания. Но еще раз говорю, мы же вернемся к нашему парашку. Да. А то он нас с тобой несет куда-то. Вот, кстати, у нас возращают уже вопросы наших зрителей и просьбы, конечно, задавать тоже вектор беседы, потому что, ну, каждый человек ограничен в каких-то своих взглядах, конструкции, которые хочет прояснить. Вот я свои прояснил. Итак, да, ну, во-первых, такой комментарий, который, наверное, комментария с твоей стороны не требуется. Когану лайк авансом поставили. Вот так. То есть у тебя тоже были бы шансы, что... Даже без дебатов. А вот более серьезный, соответственно, вопрос. Расскажите, пожалуйста, еще раз свой и вашего гостя прогноз по индексу Стандарт Пурс в октябре 2020 года до выборов. Ну, мой прогноз был бы уже отрекаться поздно, было бы неудобно. А все-таки 3500 к 1 ноября. Так что, Евгений, я передаю слово тебе. Да, ну, ты спросил. Это не я, я не виноват. Ну, я думаю, скорее 300, 300. Ты понимаешь, тут важный один момент. Успеют они запустить масштабную программу помощи или не успеют? Потому что вот, да, посмотрим, что там у нас сегодня. Сегодня у нас эта штука торгуется на 3200. Так? Точнее, и 200... Ну, чуть больше, это 3300 практически. Да, закрылось в пятницу хорошо. Да, 3300. Смотри, запустят они программу помощи. Ну, ты же понимаешь, что такой вал денег, он снесет все. Потащит рынок. Но дадут ли они друг другу такой шанс сейчас запустить? Могут замылить, могут все что угодно. Вот это в этом, понимаешь, поэтому тут вот и в Сен-Бац. И прямо вот от этого все зависит. То есть вот этот спорт ты сегодня считаешь одним из ключевых, да, по поводу объемов программы? Ну, конечно. Два триллиона запустят. Ну, представь себе, вот этот цунами, два триллиона. Тогда тебе 3500 и 3600, да, элементарно. С другой стороны, если они это не запустят, 300, 3200, элементарно. Понимаешь? Потому что вот эта вся ликвидность... А давай посчитай немножко по-другому. Как ты думаешь, какой размер потерь мировой экономики вообще от COVID-19? Ты имеешь в виду статистику или реальную, или тот, который будет? Те дыры, те дефолты, те проблемы, те... Ну, это двузначные цифры процентов, конечно же. Именно. И я думаю, что речь идет где-нибудь о 15-20 триллионах. Баланс ФРС... Извини. Так вот. Баланс ФРС раздут у нас на сколько? На, по-моему, 3 триллиона. Не так уж и много. Ну, хорошо, европейцы, китайцы. Ну, хорошо, ну, 5 триллионов, 6 триллионов, 7. Дырк-дырк-то побольше гораздо будет. Поэтому, когда мы говорим про вот эту вот ликвидность, надо понимать, что надо ее сравнивать с масштабами потерь. И мы можем вдруг понять, что... Смотри, что получилось. Они стали скупать долги. Долги стали расти, окей. И под это дело можно было рефинансироваться и так далее. Если вдруг кто-то... Ты понимаешь, что под этим гигантские вот такие вот... Айсберги стоят. Что такое айсберги в данном случае? Айсберги проблем. Представь себе, что кто-то дефолтнет. Может, могут пойти цепочки. Как бы стропников там еще, да? Ну, другое дело, что его спасут, потому что уже опыт Лемон Бразерс подсказывает, что проще спасать, чем не спасать. Потому что ты дал там, я не знаю, 100 миллиардов. Это проще, чем потом 500 миллиардов закачивать или триллион. Вот как-то так. Поэтому, смотри, очень многое зависит от того, вольют или не вольют. Я немножко более пессимистичен по своему сценарию. Я считаю, что рынки будут очень сильно нервничать. Вот тебя не удивляет странная какая-то ситуация. Смотри. Прошлые выходные, скандал с банками, да? С утечкой. Ты же понимаешь, что это слив? Ты же понимаешь, что этот бедный Дойчий Банк уже бит-перебит уже раз 20. Одни и те же новости мы в очередной раз узнали про то, как отмывали через Дойчий Банк, знаешь? Лет назад, да. Ну, да-да-да. Но мы-то это все уже знали 80 раз. А теперь снова какая неожиданность. А эти выходные вдруг на Горный Карабах. Ни с того, ни с сего. Знаешь, у меня ощущение, что вот каждую неделю сейчас будут возникать какие-то точки. Что-то. Причем я не знаю, кто это организует, как это организует. Но ты понимаешь, я об этом писал и буду писать постоянно. Я это еще за полгода писал. Что чем ближе к выборам президента, тем больше будет вот таких моментов. Ну, тогда, грубо говоря, Навальность и его истории тоже могут быть. Нет, это нет. Нет, это нет. Это наши внутренние, так сказать, между собойчики. Это вот здесь правда. Хотя повод шикарный. О, на Россию санкции. Ура, ура. Проблема в том, что, смотри, санкции на нас без одобрения Трампа, без его, так сказать, подписи, сделать толком невозможно. У него на столе лежит куча всяких пакетов по санкциям, которые он не подписывает. Почему? Потому что он считает, что направление главного удара – это Китай. Его главный враг – Китай, потому что он хочет… Смотри, для него в данном случае Россия неинтересна. То есть, знаешь как, не тронь, укусит. Да ну и нафиг, лучше не трогать. А Китай – это рабочие места, это то, что он обещал. Это то, туда, куда уходит американское производство. Вот это его главный враг. Ну, в принципе, рационально. Борьба за мир и всеобщие идеалы, идеалы добра – ну, это не для Трампа. Он циник наипроженнейший. Поэтому, ну, а что ты хочешь? Нормальная ситуация, абсолютно. А теперь придет, если Байден. Ну, ты же понимаешь, что в данном случае будет рулить даже не Байден, а вся эта вокруг него, я не скажу, шайка. Ну, понятно, да. Но, скажем, толпа. Вот, и ведь меня, вот я сегодня написал об этом, вернее, вчера, что меня больше всего волнует, а кто там вице-президент. Ведь есть же шанс, что вообще Байден уйдет через год-два смотреть сны, если он победит. Ну, просто. Да, вот поэтому я говорю, команда очень важна во втором случае. Важнее, чем в случае с Трампом. Ну, да. А там барышня, знаешь, такая левацкая, ну, совсем левацкая. И, знаешь, дедушка Ленин все-таки отличился. Он, мне кажется, еще оставит нам следы о себе. Ну, то есть это такой повтор, получается, уже с поколения, уже не то, чтобы практически ушло физически, да, повтор истории 60-х, только в еще более каком-то карикатурном, искаженном виде, да, когда я в Америку это захлестнуло, да? Именно, именно так. Слушай, ну, а вот эти все последние движения, а вот движение БДС, там, я не знаю, в курсе ты или нет, например... Мое образование на БДСМ застряло. Не, ну, это самое главное. В принципе, если знаешь БДСМ, остальное уже не важно. Не страшно. Да-да-да. БДС – это очень интересная штука. Это вот эти, те же самые либеральные профессорская среда, которые рождают вот эту вот типолиберальную тусовку, молодежную в том числе, которая резко антисемитская. Она, значит, голосует за любые антиизраильские меры, бойкот израильских товаров, бойкот израильских студентов. Ну, я понимаю, что ты не сталкивался. Ты знаешь, моя старшая дочка, она, когда училась в университете, то она... там были выборы. И что-то ее черт дернул, значит, она решила избираться туда на главу. Ну, она такая, барышня у меня амбициозная. Хорошая. Вот в папу. Так вот, ты не представляешь, были драки настоящие там у них. А это серьезный университет, лучший университет Канады. Драки реальные между еврейскими студентами и вот этими пропалестинскими. Это серьезно было все. Там ей поступали постоянные угрозы, там что-то жуткое было. Понимаешь? Так что вот это все, это очень серьезно, понимаешь? И почему именно антиизраильское? Потому что Израиль, как бы, он вот здесь как кость в горле, как заноза, понимаешь? Для всех вот этих товарищей. Он же палестинцев обижает. Ну и пошло-поехало. Ну, бог с ним, мы сейчас с тобой отклонимся. Вот нас возвращают, кстати, Евгений, конкретными вопросами. Вот, например, человек спрашивает, просадку после Байдена выкупаем? Такой вопрос неоднозначный. В принципе, да. В принципе, да. Объясню, почему. Смотри, дело святое Гутенбергов, оно будет продолжено. И при Байдене, и при Шмайдене, и при всем. И демократы будут печатать еще с удвоенной энергией, потому что у них работа такая, еще больше, чем у республиканцев. А если они еще и Сенат возьмут, то совсем будет все весело. Вот, поэтому, скажем так, печатать они будут. И, ты знаешь, тут может работать принцип, чем хуже, тем лучше. Ставка будет очень долго отрицательной, не отрицательной виноватой, а нулевой. Отрицательной, но я уверен, что мозгов им хватит не делать отрицательную ставку. Потому что это кретинизм. Вот, а что касается 3 года, да, я думаю, что они будут держать. И напечатают ровно столько, сколько нужно, и даже больше. Чтобы затычка была адекватна горлышку, да? Ну, разумеется. Вот, поэтому я думаю, что выкупать, да, будем. Просто спешить не надо. Смотри, я думаю, что где-то к середине весны следующего года вся эта хрень кончится. Я имею в виду вот эта коронабяка. И рынки начнут расти, и ликвидности будет достаточно, и компании начнут оживать. Ну вот, и тогда это будет интересно. Поэтому когда будет просадка? Поздней осенью, зимой. Ну и надо выкупать ее, да. Только не спешите, понимаешь? А то же у нас народ как? В кредит, на всю Ивановскую. Нет, я вот лично, я вот лично, это мой традиционный прием, как бы не в смысле, что он умный, а в смысле, что мой. А это держать вот сейчас особенно, обычно 30%, сейчас 45%. И я точно знаю, что к первому ноября при прочих равных я уйду на чуть более 50% в кэше, да. И я как раз выкупаю, но я выкупаю порциями. То есть если у меня 50% в кэше, я 10% на выкуп потрачу, а 40% еще будет в засаде на случай необходимости еще докупаться. Вот ты об этом говоришь, да, что вот так? Абсолютно, абсолютно. Как говорится, на всякий случай. Будет еще много поводов, и я еще раз говорю, что я думаю, что самое веселое будет не до выборов, а после выборов, во время выборов. Вот это будет самое веселое. Поэтому я бы придержал кэше как можно больше. Другое дело, что еще раз говорю, даже когда все определится, я бы не спешил. Поймите, от нас ничего... То есть не четвертого и не пятого начинать действовать, да? Можно упасть ее, и не двадцать пятого. В обоих случаях или в пробайденовский случай? Я же тебе говорю, что, скорее всего, демократы, если они проиграют, они не сдадутся. То есть посмотреть за политическим потенциальным скандалом, который будет четвертого ноября и пятого начинаться. Да, потому что ты понимаешь, тут еще один... Прошу прощения. Тут, может быть, еще одна проблема очень серьезная. Дело в том, что если произойдет таким образом, что будет вот эта вот болтанка, демократы устроят очень хорошие и бучи, и все что угодно, понимаешь? Я не помню, когда пересчитывали, там, по пять раз, помнишь? Угу. Ну, да. Да, было уже. Могут пересчитывать, могут все что угодно быть. Поэтому я не знаю, куда нам спешить? Слушай, ты что, так бежишь избавиться от денег? Нет, конечно. There is nothing wrong in cash, как говорится. Ничего плохого в кэше нету. Спокойно сидим в кэше. А скажи, пожалуйста, уточняющий вопрос. Вот мой подход, он через кэш, да? А какие еще варианты, условно говоря, хеджирования личных рисков микроинвесторов? Ну, понятно, что большинство наших зрителей, и я в том числе, это все равно микроинвестор, даже если мы там в сто раз друг от друга отличаемся. А какие еще подходы могут быть вот в качестве вот этих предохранителей кромокэша? Ну, некоторые уверены, что, например, золото, да? Или, например, уход в казначейки, например, да? Нет, смотри, значит, первое. Кэш – это не кэш. Держать кэш – это вообще странная вещь. Ты можешь держать казначейки, ты можешь держать очень короткие банды до года, ликвид, только чтобы спреды были узкие. Вот это все кэш, по-моему. То есть там, где спред, там восьмушка буквально. Вот это у тебя кэш. А трижеря, это не трижеря, какая разница? Знаешь почему? А потому что никто не знает, сколько тебе придется просидеть на кэше. Это первое. Ну и для безопасности, знаешь? Когда колбасит, лучше сидеть в надежных бумажках все-таки. Ты заставил меня задуматься, пожалуй, в своей части на финаме. Я в казначейки тоже уйду в конце октября частично. Я примитивно все-таки держал в кэше. Окей, дальше идем. Подожди, подожди. А ты же можешь еще в ETF и в IT, которые линкованы на эти вещи. Есть же то ли у ITI, то ли у Финекса эти ETF, и они вполне надежные, и конторы надежные. Поэтому можешь в это войти спокойно. И там спреды тоже очень узенькие, поэтому, может быть, тебе лучше так. Ну, посмотри сам. Ну, прежде всего, и наши зрители обратят на это внимание. Я думаю, это для многих такой конкретный, практический вопрос. Идем дальше по нашей беседе в чате. Вот один из наших зрителей пишет. Я только что смотрел прямое включение из США Семина. Я не знаю, правда, кто это. Он общался с журналистом в ГТРК, командированным. И тот сказал, что после выборов начнется самая жесть в любом раскладе. Ну, по сути, это дополнительная иллюстрация к тому, о чем ты говоришь. Ну, разумеется. Так это всем понятно. Любопытный, кстати, комментарий к вопросу о левых взглядах. Зрители только просьбы не обижаться, потому что, ну, конечно, с моими не совпадают, что богатство одних – это не полностью выплаченная зарплата своим работникам. Это прямо возгращает нас к первому тому капитала, да? Ты знаешь, я в данном случае придерживаюсь, скажем так, средних взглядов. Я тебе объясню. Если уж хочешь, мои воззрения, они очень простые. Первое. Когда я беру сотрудников, а я тоже работодатель, то для меня самое важное – дать им как можно меньше зарплату фиксированную. А знаешь, почему? Фиксированная зарплата, она развращает человека. Вот сколько бы ты ни платил – 50 тысяч рублей, 200 тысяч рублей, 500 тысяч рублей – человек буквально через месяц 3-5-10 очень быстро забывает, и для него это как вот само собой разумеющееся, просто за факт прихода на работу. Поэтому человек, ну, только если это не какие-то обслуживающие там подразделения, если он хоть как-то завязан на бизнес-процессе, только на результат, хоть каждый месяц платить, но только за цикленность на результат. А дальше, ты знаешь, есть понятие такое – не болеть болезнью красный глаз. То есть вот, ну, как очень многие собственники или топ-менеджеры считают как. Вот Вася Пупкин, ну, он достоин 100 тысяч рублей, ну, 150 – ладно. 200, а ему уже столько не надо платить, это не его уровень. Вот я сталкивался с этим. Ты понимаешь, вот это чудовищно. По мне так, сколько заработал. То есть есть результат, есть процент, полагается – заплати до копейки. А тут неважно, хоть 100 миллионов, хоть 10 рублей, какая разница. Есть процент, ты заработал с этого, поделись. Окей. Вот и все. Поэтому, смотри, это как народный капитализм, ненародный. Я считаю, что любой работник, если он хоть как-то участвует в производственной деятельности, и на него что-то завязано, так просто должен быть участвовать в прибыли или в чем угодно. У тебя, на самом деле, более еще глубинный Маркс, то есть ты от прибавочной стоимости хочешь танцевать, да? Ну, в общем, да. Внес свою лепту в прибавочную стоимость, а не в сам процесс, да, сидение на работе. А что процесс, процесс? Ну, извини, ну, сидишь ты. Я, например, своим сотрудникам говорю от того, что вы сидите или не сидите, но могу вас прийти, обнять, поцеловать. Дальше что? Ну, то есть обаятельные, красивые, молодые сотрудники. Окей, возвращаемся от Карла Маркса. Это по-другому уже называется. Это уже называется по-другому. Возвращаемся от Карла Маркса. Значит, тут есть соображение у наших зрителей по поводу Сапсана, что Илону Маску надо заняться, тогда интернет будет хороший. Но это несколько. Стать не исключено. К сожалению, но у нас Илоны Маски не выживают в нашей стране, потому что у них либо отбирают, либо они оказываются перед какими-то обстоятельствами неведомой силы. И мы даже знаем фамилию этой неведомой силы, поэтому... Окей. Вот один из наших зрителей, это не по теме нашей беседы, но по теме под названием Евгений Коган. Он пишет, что... Момент, что является подписчиком Телеграм-канала Биткоган. Напомним, кстати, сейчас я своих коллег попрошу ссылку в чате скинуть на этот канал. Спасибо. В Телеграме. И пишет о том, что мне и, возможно, многим другим было бы удобно, если бы там появились аудио. Как это теперь называется? Косты, да? Подкасты. Вот. Это вот на заметку. Хорошо. Ты понимаешь, только там можно минутное аудио делать. То есть, нет, могу это делать, но, честно говоря, ты же понимаешь, что, ну как, когда ты пишешь, ты выбираешь слова, когда подбираешь выражения. Знаешь, я недавно столкнулся с жуткой вещью. Я журналистам говорю одно, они трансформируют это по-другому. Когда ты говоришь, ты думаешь, что тебя слышат одним образом, а очень часто слышат другим. И вот в этом аудио... И вот в этом беда. В этом беда, потому что потом тебя легко перевернуть, и меня не так давно очень жестко перевернули, между прочим. И я, честно говоря, там ходил, возмущался и орал, что это вообще... Я поэтому стал сторониться комментариев на Live.ru. Там только то, что вписывается в концепцию. Может, не со зла, но берут только эту часть комментариев. Да, поэтому... Или когда я наговариваю, я 10 раз думаю про каждую интонацию, каждый звук, каждую букву, потому что перевернуть тебя... Тогда замечание нашего зрителя может быть такое логичное. Идем дальше. Вы не могли бы... Вот тоже прагматичный вопрос. Вы не могли бы успокоить мою бабулю? Она изрядно диверсифицировала с долларами, смотрит ваши видео, прочла книгу Якова Меркина. То есть такой хороший у нее информационный набор, да? Я кишку сгумала нашла. Да, менять обратно все на рубли якобы будет получать 7%. Ты знаешь, ну, я скажу так. Вот сейчас, когда курс у нас там 78, да, что-то такое, 78 с половиной, мое мнение, что... То есть, ну, я уже писал много раз, я не верю в то, что... Хотя, слушай, вот мне очень не нравится вот это слово «верю», «не верю», это что там это? Вау? Нет. Слово «верю», «верую», и вот это не имеет отношения к реальности. Просто моя модель, ну как, она показывает, что... Я уже много раз об этом говорил, что равновесный курс рубля при текущей нефти, при текущем газе, при текущих металлах, при текущих соотношениях валют, это тоже важно, потому что все это обуславливает наш платежный, торговый баланс и так далее. Он где-то 73, там, 75, 72, там, 76. Вот это более-менее равновесный курс. Я об этом, кстати, писал еще весной, когда мы были там что-то с 67 и так далее, что говорю, ребят, не рассчитывайте, должны вернуться к равновесному курсу. Ну, сейчас некий овершутинг. Почему? Ну, во-первых, волатильность в мире, понятно. Второе, страшно-страшно, ох, как нам сейчас вкатят санкции, там и вот Навальный, и вот Белоруссия, бегство иностранных инвесторов из ОФЗ, тоже понятно. Плюс нашим стало ясно, что надо мобилизовывать мобилизовывать как можно больше денег в бюджет. Следовательно, давайте привлекать, а вот по этому поводу тоже не все так здорово с привлечениями. Ну, вот в итоге рубль, соответственно, там, где он должен быть. Будет ли он 85? Смотри, вот, знаешь, как-то раз есть один товарищ, Вова Левченко. Вот я с ним когда-то поспорил. Он мне говорит, вот будет 80, ну, тогда давно. Это давным-давно было. Или не 80, не помню, какой это курс, короче. Пять минут действительно этот курс был, потом рухнул. Я человек порядочный, пришлось ему там отдать, ты сказал, да, ты прав, было. Но, понимаешь, вот считается, что просто коснулось. По-моему, нет. Да, я понимаю, потому что я сделал видео в августе, что прогнозирую 75-76, и сейчас в эти дни, последние два дня, мне писали, ага, заступил. Но, на мой взгляд, заступил все-таки не означает, что... Да это ничего не означает, потому что вот эти выбросы, это просто эмоциональные, какие-то эмоциональные реакции, какая-то психопатия. Потом ты же пойми, очень часто бывают ситуации, когда у банка некая маржинальная позиция. Ему срочно нужно там сделать какие-то операции, ему же пофигу, по чем покупать, или у клиента. Ему надо срочно там докупить. Или он в шарте его поймали. Да все, что угодно может быть. Ну да, у нас рынок небольшой, да, и движение одного банка меняет баланс на день. Да, абсолютно. Но, ты понимаешь, есть еще один фактор, который наш народ почему-то не учитывает. Дело в том, что при 600 миллиардах резервах, и при том резервировании, которое сейчас есть, и при той регуляции, которая сейчас есть, центральный банк в состоянии не то, что там мышь не проскочит. Понимаешь, поэтому вот почему-то думают, что, а кто будет спекулировать, что, старик Баффет придет, или Сорос у нас тут устроит большой экипиш? Не устроит, потому что у нас достаточно все жестко контролирует центральный банк. Вот, Сороса сюда не пустят. Вот. Да, у нас есть иностранные держатели наших ОФЗ. Несколько процентов наших ОФЗ, по-моему, процентов 10, что ли, контролирует BlackRock. Ну, а с чего вдруг BlackRock продавать? BlackRock, он везде, он триллионы долларов, так что он везде присутствует, и для него это копейки. А с чего вдруг ему бегать от нас? Доходность приличная, наоборот, еще купит. Поэтому, нет, я не думаю, что... То есть, пойми, какие-то эмоциональные могут быть прыжки на 81, но разовые события, понимаешь, фоновые, эмоциональные, но равновесная позиция при текущих макроэкономических условиях, я уже сказал, скорее ближе к 75. Ты меня прямо успокоил, потому что по итогам завтрашнего дня мне точно делать видео с прогнозом на октябрь, и мне вот, как ты говоришь, Трампа поддерживает маветон. Мне уже по некоторым комментариям показалось, что маветон делать относительно позитивный прогноз по рублю. А, это тоже, кстати, интересно. Вот сегодня... О, это, кстати, ты очень хорошая вещь сказал. Меня вообще потрясает, значит, у нас теперь хороший тон, это рассказывать про рубль за 200 там, или за 100. Ребят, ну, понимаешь, можно делать умное лицо и рассказывать, но как насчет ответственности перед людьми? Люди бегут в обменники, покупают на последние и так далее, а еще больше занимают это. Зачем? Зачем это делать? Абсолютно согласен. Процентная ставка по рублю сегодня, причем по ФСШ-кам даже среднесрочным, она сколько там процентов? Где-то 6 примерно. То есть реальная ставка процента 3. Ну, какая будет инфляция? Вопрос творческий, я не думаю, что будет большая. Вот, процента 3-2,5. Ну, где-то в мире сейчас видишь, ну, кроме каких-то одиозных стран, где реальная ставка. Да. Ну, турки допрыгались и теперь подняли резко на 2%. Видишь, сразу лира укрепилась. Правда, им это нифига не поможет. Я скоро войду снова в шорт по лире. Я думаю, что... Да, кстати, спрашивали тут в одном эфире, без тебя было, спрашивали, что вот Коган пишет про лиру. Я, правда, за этой темой вообще не слежу. Мы отклонились, конечно, от Трампа и Байдена, но так как спрашивали, может быть, чуть-чуть опишешь вот ситуацию и свои мысли. Ну, смотри, там все очень просто. Турецкий Центробанк сделал очень серьезную ошибку. Они резко понизили ставку таким образом, что реальная ставка стала очень сильно отрицательной. То есть, очень сильно отрицательной. Пошло бегство капитала. Причем бегство конкретное. Они начали поддерживать лиру и жгли резервы, которых было не так много. В итоге резервов оказалось, ну, совсем немного. Они заняли денег у Катара, или у Катара, не помню, как правильно. Короче, вот у этих ребят. Я говорю, смотря что такое, ты говоришь, про болезни или про страну? Ну, я поэтому и смеюсь. Так вот, заняли, короче говоря, у арабов денег, но быстренько их тоже потратили. Поэтому у них, в общем-то, на носу хороший валютный кризис. Теперь, что они сегодня сделали? Они подняли ставочку. Теперь я где-то в августе публично написал, что, ребят, поскольку я вижу, что ситуация с лирой достаточно скользкая, я становлюсь в шорт. Прямо публично сказал. В смысле, пара доллар-руб. Ой, доллар-лира, да? Да, доллар-лира. То есть, я конкретно зашортил лиру. Это легко сделать, например, через тот же Саксабанк. Я зашортил лиру против доллара США. Опять же, публично. В тот день, когда должно было состояться заседание Турецкого Центробанка. И курс был уже 7,71. Я сказал, все, я закрываю позицию. Почему? Потому что ежику понятно, что они сегодня соберутся. И, скорее всего, ставку повысят. Как только они повысили ставку, лира тут же укрепилась до 7,51. Сейчас снова улетела там где-то на 7,60. Надо было, конечно, сразу ее снова зашортить. Но, знаешь, иногда вот сделал позицию, отойди в сторону, покури бамбук, отдохни и посмотри, что будет. Судя по всему, теперь смотри, вот это вот новая, так сказать, веселуха, так называемая. Это веселуха большими кавычками, потому что когда гибнут люди, это не веселуха. Я имею в виду трагедия. Опять же, Нагорный Карабах. Но ты же понимаешь, что Турция так или иначе вовлечена. Другое дело, что никто не допустит сейчас каких-то проблем, но, тем не менее, вот тоже повлияет на лиру. Поэтому я уже позицию закрыл. Но глобально я не исключу, что если будет большая ствистопляск, то лира будет 8, может, даже выше. У них проблемы большие. Но вот сейчас бы я не спешил делать позицию. Знаешь, сыграл, отойди в сторону, подумаю. Буду писать, я это публично пишу. Но, опять же, это не призыв к действию, я просто говорю свое мнение. Оно может быть ошибочно. Имею право на ошибку. Конечно. Окей, идем дальше по комментариям и вопросам. Вот еще вопрос ко мне. Но я бы хотел как раз переадресовать, Евгений, к тебе. Меня спрашивает, Ян, как ваш Boeing? Wall Street Journal пишет, что акционеры подали суд на Boeing за невнимание к безопасности 737. Ну, мой Boeing OK, я на 148 еще докупился. Он вырос до 156. Понятно, не супер какое-то движение, но по-прежнему я держу, полагаю, что я могу на стопроцентную прибыль получить по этой части за несколько месяцев. Вот так как мою позицию наши зрители слышали много раз по Boeing, у меня это любимая, можно сказать, фишка. Хотелось бы, Евгений, если есть соображения по Boeing, услышать. Смотри, я в свое время сыграл на Boeing. То есть, что я сделал? В свое время я купил Boeing довольно дорого и полагал, что единственная проблема – это 737. Рано или поздно справиться, компания мощная, очень эффективная, ключевое слово – очень эффективная. И самое главное, что имеющие колоссальные военные заказы, где 50% прибыли, формируют военные заказы. Поэтому, ну… Да, вот эти соображения тоже. Выплывет. Теперь, что произошло дальше? Дальше наложение нескольких факторов, скандалы, пошло-поехало. Ладно, я пока держался. Потом я усреднился, когда он там был в районе 100. Но, опять же, публичные данные – это из моего канала по подписке. Потом, когда он стал что-то типа 170-180, мы там несколько раз прокупали, продавали. Сейчас мы держим очень маленькую позицию по Боингу, если честно. Вот я смотрю, у нас порядка 2% в портфеле, и там небольшой… Ну, там убыточки есть, да. Пока ничего не делаю. Смотри, я принял решение следующее. Если выбирать между Боингом и Эрбасом, однозначно Эрбас. Однозначно. Сегодня. Раньше Боинг был более успешный. Сегодня, наверное, Эрбас. Но есть еще один фактор, поэтому очень возможно, что я скоро выйду из Боинга. Понимаешь, есть один принцип. Если у компании большие долги, а Боинг вынужден был, чтобы не кидать своих акционеров, взять долги. Тот же принцип какой? Либо ты кидаешь акционеров, то есть берешь помощь государству, размываешь всех и так далее. То есть это не кидать акционеров. Они могли, государство предложило помощь. Ну, понятно, как генерал в свое время истории, да? Именно. В итоге сделали бы доп. эмиссию, которая бы всех размыла. Боинг поступил благороднее, за что им отдельное спасибо. Они сказали, не-не-не-не-не, мы лучше долг увеличим, но акционеров своих обижать не будем. Молодцы. Что дальше? Смотри, ты имеешь компанию с достаточно большим долгом. Что такое большой долг? Это будущие проблемы в развитии. Да, они справятся. И мы же понимаем, что весна придет, и потихонечку все полетят. Будут потом много лет расхлебывать все это, потихонечку расхлебают. За счет своей эффективности будут поднимать маржу постоянно и снижать размер долговой нагрузки. Но, Ян, я задаю вопрос. А зачем мне чужой геморрой на свою, так сказать, пятую точку? Это чужой геморрой. Поэтому, наверное, я приму решение в какой-то момент на коррекции полностью позицию закрыть. И лучше сосредоточиться на чем-то, где большой долг не будет препятствием для развития. Вот как-то так. Думал, честно, что они еще подскочат, но вижу. Ну, мне приятно в любом случае, что у Евгения Когана аналогичная позиция, как у меня. Даже на тоже почти процент. У меня два с половиной процента в Боинге. Но раз, если ты выйдешь, будем на мне смотреть, что дальше. Я пока не знаю. Посмотрим. Извини, Ян. Если он будет болтыхаться пока, может, я пока ничего не буду делать. Размер несущественный, а компания-то, в принципе, с потенциалом прыгнуть. Окей, окей. А вот вопрос, который как раз-таки был уже задан заранее, а так совпало, чтобы немного логично перейти после твоих слов. Не о Боинге, а про вообще. А корпоративные долги так и будут расти в ближайшие 20-30 лет? Отдавать будут? Кудыш, они дедутся. Конечно, будут. Другое дело, что дефолтов будет очень много. Это первое. Второе. Скорее всего, очень много долгов пойдут по принципу дэттойкуть. Вот это та проблема, которая нас ждет в будущем. Очень много долгов тех компаний, которые будут не справляться. Дефолт дефолту рознь. Можно просто сказать, ребят, никому ничего не плачу, в душе до свидания, вообще я банкротчусь, спрятался за поправку. Но у них это возможно. Есть другой вариант, когда всем говорят, ребят, мы не в состоянии платить вот эти долги, давайте их реструктурируем. А как реструктурируем? Ну, допустим, выпустим новые или же на часть долгов выпустим акции. Ну, у вас какие варианты? Либо у вас акции плюс там долги, либо у вас ничего. Ну, сидят инвесторы, понимают, что уже приплыли. Поэтому я думаю, что это будет мировой тенденцией в, соответственно, в ближайшие годы. А может быть, даже и в этом еще году. Вот это будет серьезно. Это проблема. И вот эта вот формула debt to equity, я думаю, что она еще... То есть, иначе говорят, трансформация долгов в акционерный капитал. Ну, понятно. Будут размывать потихонечку акционеров. Долгов много. И все долги заплатить не смогут. Тут есть два варианта. Либо банкротится, кто-то будет банкротиться. Кто-то будет размывать акционеров. Так что, ребят, халявы не будет. И за праздник жизни нам еще придется и не раз заплатить. Окей. Так, возвращая совсем уже к заявленной теме. Как вы относитесь к теории, что Трамп и Китай играют на два пасса? Трамп отстраивает США от должности международного жандарма, замыкает их на внутренние процессы и работает над передачей титула Китаю. Ну, это немножко такая уже политика, а не экономика. Это даже не политика. Это, знаешь, еще немножко, мы с тобой скатимся на этих Ротшильдов, Барухов и прочее. Еще немножко. Это Миша Хазин на эту тему очень любит порассуждать. Это мировые заговоры? Ну, конечно. Это вот к Мише Хазину. Это вот он, любитель. Так, окей. Кстати, на эту тему вот, да, тоже Гитлер и Банкир и Уолл-Стрит тоже играли. А чем кончилось? Это не ко мне. Угу. Хорошо. Так, наши коллеги в чате обсуждают вот левацкие проблемы. Ну, тут, наверное, уже, в общем, все сказал Евгений. Так, в США еще вот хорошие замечания, не вопрос, а как бы ремарка уточняющая. В США еще и выборы в Сенат и Конгресс. Вот, кстати, действительно, я как-то тоже про них не думаю. Очень хорошие по этому ремарка. Евгений, вот это как в твоей инвесторской интерпретации, как ты на них смотришь? Плохо смотрю. Потому что если, ну, Конгресс сегодня демократический, Сенат республиканский, это замечательно. Потому что это система сдержек, противовесов. На этом базируется Америка, американский институт, и это шикарно. А если и Конгресс, и Сенат будут демократическими, у-у-у, что будет? Санкции у нас будут только свистеть. Причем за все. Дышим не в ту сторону, санкции. Причем, понимаешь, уже не важно, за что, почему, зачем. Это, в принципе, может привести к таким напряженностям геополитического характера. Потому что, ну, наш тоже, знаешь, народ такой. Посмотрят, посмотрят, и намекнут всем достаточно жестко, что, ребят, не надо. Другое дело, что мы же намекаем-то по-разному. Ну, короче говоря, я не хочу никого пугать, но, смотри, то, что в Америке вот эта система сдержек и противовесов внутри, это очень хорошо. И она охраняет от глупостей. Ты имеешь в виду, когда президент один, а либо Конгресс, либо Сенат, либо оба другие, да? Ну, лучше, когда вот Сенат или Конгресс. Ну, короче говоря, Сенат или Конгресс, они как бы разные. Разные. И президент. То есть, понимаешь, тогда у тебя всегда есть система какой-то балансировки. А когда у тебя, например, не дай бог, если все будут демократы, или, не дай бог, все будут республиканцы, тоже плохо. Всегда хороший баланс. Потому что иначе это быть беде. Ну, нам это в России понять трудно, но, тем не менее, идем дальше. Не понять не значим. Да, еще один наш зритель спрашивает, но я уже отвечу из-за Евгения, значит, по поводу стандарт-курса, будет ли просаживаться до выборов. Напомню, что лично мой прогноз к 1 ноября 3500. Евгений обозначил, что если пакет помощи будет принят, то это может дать серьезный стимул и 3500, и 3600. А вот если будет провал, то 300 более здоровая позиция. Если не провал, а если не дадут, не успеют договориться. Я имею в виду провал процесса вот этого переговорного, да, то 300 более здоровая позиция для... Да, может быть, даже и меньше. Да, может, и меньше. Так, идем дальше. Предчувствие глубокого обвала и роста доллара и золота. Что скажете? Первое. Вот если будет расти доллар, то не будет расти золото. Ребята, вот тут либо трусики оденьте, либо крестик снимите. Вот я на днях выпустил и подробную совершенно статью на эту тему, что золото – это защитный инструмент. А давай назовем все-таки где статью посмотреть. А, извини, в своем телеграм-канале и на Фейсбуке. И кроме того, я сделал себя на Ютьюбе. У меня есть Ютьюб, это самый канал небольшой, где я тоже сделал небольшую передачу. Смысл вот такой, что, ребят, защитный ли актив золота? И там я говорю, что вот золото – защитный актив. В случае, если мы говорим о геополитике, без всякого сомнения, привожу там в статье именно разные факты. Вот тогда-то, тогда-то, тогда-то золото летало наверх, когда что-то происходило по-серьезному. Но последнее событие, помнишь, вот этого иранского генерала в начале этого года? Золото моментально полетело. Это чисто от геополитики и хедж от геополитики. Второе – это инфляция. Если мы ждем инфляцию, покупаем золото. Но от падения рынков, ребята, извините, от роста курса доллара, если растет курс доллара, вообще это означает риск офф, бегство от риска. Бегство от риска и рост доллара – это обычно падение цен на золото, а не наоборот. Поэтому вот как-то так. Если вы думаете захеджироваться золотом от падения рынков, глубоко заблуждаетесь, золото может с таким же свистом падать. Другое дело – потом быстро отрастать. Но падать оно может с большим свистом. Я надеюсь, что авторитет Евгения Когана многих убедит, потому что я несколько раз говорил, что золото перестал быть защитным активом на фондовом рынке, но меня обозвали дураком, и вообще, что золото всегда в цене. Но это такая немножко русская народная сказка про золото, которое всегда в цене. Мне тоже кажется, что золото сейчас демонстрирует, что это инвестиционный актив, а не защитный на фондовом рынке. Абсолютно. Абсолютно. И обрати внимание, вот у нас было почти 19 чем-то, 1,19 чем-то, и, пожалуйста, золото за 2 тысячи. Сейчас у нас 1,1630, там 16,25 закрылось. Это долларки евро. Моментально видим 1860. Вот тут вопрос нашего зрителя более совсем конкретный. Рекомендуется ли сейчас выйти из золота или уж лучше остаться? Вот так вот. Вы тут рассуждаете про вообще? Ответьте-ка мне конкретно. А ты понимаешь, тут все зависит. Еще раз. Если, то есть давайте посмотрим, вот куда пойдет доллар евро, куда пойдет вот вся эта штука. Если мы увидим укрепление доллара, бегите из золота, пока не поздно. Оно может быть и 1700. Ну, ниже вряд ли, но 1700, я думаю, может быть. Но проблема в том, что легко это сказать. А проблема в том, что это все будет параллельно. То есть, как только укрепляется еще доллар, например, возьмет на следующей неделе, да нарисует 1,15 легкую. Мы тут же увидим с тобой золото, ну, в лучшем случае, 1820. А то и 1790. Вот так. Ну, да. Мораль. Ну, скажем так, я бы был очень осторожен. Теперь рекомендовать продать. А ты представь себе, что они договариваются о пакете помощи. Ну, мы не знаем, сколько у автора комментариев еще процентов в портфеле в золоте. Ну, вот в этом проблема. В этом проблема. Если не очень значительно, я бы не рекомендовал. Я бы уже рекомендовал держать. Ну, да. Но, скажем так, я бы сейчас очень опасался сидеть в этом активе. И особенно я бы опасался, если пойдет укрепление доллара. Вот следующий вопрос как раз об этом. Что вы думаете по поводу индекса доллара? Вот для меня было его снижение. Я в свое время прогнозировал в начале лет, по-моему, что снижение это будет 95. И вот 93 и даже 92 лично для меня полностью сломало мое представление. Ты имеешь в виду DXY? Да. Да, да. А последнюю, соответственно, он резко выправился, вернулся к моим представлениям. То есть мне как аналитика... Прекрасно. Да, успокоил. А вот меня как инвестора немножко принизил. Смотри, значит, по поводу курса доллара. Тут ведь есть одна какая штука. Дело в том, что курс доллара, чем он выше, тем хуже-то для Америки. И тем лучше для европейцев, китайцев и прочих. И когда европейцы, китайцы и прочие всякие разные люди смотрят на то, что, например, доллар к евро уже почти 1.20, что говорят европейцы? И европейцы говорят, боже мой, еще немного, и нашу продукцию перестанут покупать. И немцы, и французы, и так далее. Дальше выйдет великая женщина с остальными, так сказать, причиндалами. И напечатает столько евро, сколько надо, только чтобы евро ослабить. Потому что им это не нужно. Потому что они экспортеры очень серьезные. Китайцы тоже самое. Если соединить эту тему с темой, которая у нас титульная, выборы. Вот давай попробуем индекс доллара до 3 ноября. Расти будет, я думаю. Боюсь, что будет расти. Это, кстати, ответ тому, кто... Еще раз, вот пойми. Спрашивал про золото. Да, вот если... Вот сейчас все если. Если они успеют на это самое... Вот этот пакет помощи выпустить. А это может быть. Они могут это сделать сейчас до выборов. Потому что каждый будет преследовать свои цели. Это вполне реально. Тогда все изменится. И доллар к евро снова может быть 1,18, 1,19 и так далее. Ну, потому что это много. Это огромные деньги. И, соответственно, картинка может измениться. И золото может быть снова там 1950. Ну, 2000 вряд ли. Но все может быть. Поэтому, вот ты знаешь, я очень не люблю аналитиков, которые вот говорят, ты знаешь, вот если так, то будет так. То вот так, вот так. Более того, ты знаешь, я всегда в своих прогнозах очень конкретен. Поэтому, ну вот сегодня именно та ситуация, когда я правда не знаю, потому что все зависит от того, будут принимать этот пакет или не будут. Но, если честно, я пессимистичен. Ну, то есть для активного инвестора, по крайней мере, точная рекомендация внимательно относиться к процессу переговоров, к новостям, которые вокруг идут. Для внимательного инвестора сегодня, знаешь, есть стратегия вот некая опционная или там фьючерсная, ну, опционная, когда у тебя есть опционные и колы, и путы. Вот сейчас тот случай, когда можно иметь... Ну, для тех, кто работает с этим, да, конечно. Да, это когда ты ожидаешь высокой волатильности, у тебя и колы, и путы. И ты смотришь в разную сторону, понимая, что ты заработаешь, если будут сильные колебания. Ну, вот сейчас могут быть сильные колебания. Спасибо. Вот тут нас с комментарием меня правильно возвращают к более там профессиональному введению, потому что упрек меня как ведущему. Я отклонился от главного вопроса, поэтому зритель большими буквами напечатал. Во что рублей вложить бабушке? Тема бабушки не раскрыта была. Правильно. Извиняюсь, действительно, каюсь. Бабушку обидели нельзя, Ян. Бабушек вообще нельзя обижать. Бабушки – это святое. Вот, особенно настоящие боевые бабушки. Ты знаешь, у меня вот мы с тещей рассуждали, что есть дикие бабушки, а есть домашние бабушки. Но она у меня дикая. Так вот. Вот вот такая бабушка, активная инвестиционная бабушка. Это не дикая бабушка, да, да, да. Я думаю следующим образом. Если бабушка мечтает иметь процентную ставку и хочет быть в рубле, ничего страшного нет. Но, Ян, проблема в том, что сейчас и в долларах есть огромное количество бандов, которые дают великолепную доходность. При этом… Ну, бабушка-то вот в рубли ушла, потому что… Ну, смотри, если бабушка ушла в рубли, пожалуйста, у нас есть куча облигаций, которые дают сейчас 7-8 годовых. Это какой-нибудь там полуторный второй эшелон и надежные компании. Можно найти где-то там 7-ую доходность вполне даже. Ну, а если бабушка такая рисковая, знаешь, боевая бабушка, которая курит трубку. Да, такие бабушки тоже. То можно и 9-ю, и 10-ю доходность найти на вполне неплохих компаниях. Но если бабушка все-таки такая осторожная и домашняя, вот, а не дикая, то тогда 5-6-7 годовых в рублях, пожалуйста, от ОФЗ-шек каких-нибудь там 2-3 годовалых, то 4-х годовалых максимум. Больше не надо. Ну, в общем, мы в итоге, по совету Евгения Когана, отправляем бабушку в облигации, по крайней мере, точно на то время, пока двое дедушек спорят, кто будет жить в Белом доме, да? Да, но тут есть еще нюансы. Ты знаешь, у бабушки есть вариант вернуться в доллары все-таки. Почему? Потому что в долларах есть куча замечательных облигаций. Куча. По которым можно сегодня иметь и 5, и 6, и 7 годовых в долларах. Нет, понятно, что 7 годовых в долларах – это редкость. Но, пожалуйста, вот тебе интересная компания. Аберкромбельфич, известная всем нам. Кто гулял по элисейским товарам, полям, этот магазин, который сам по себе произведение искусства. А ты знаешь, что… Где это он на элисейских полях? Ты идешь от арки, ты идешь от арки, соответственно, вот туда. Конкорд. Да, да, да. Нет, ну от арки ты идешь обратно к… Ну, к плясу Конкорд. Да, да, да. Ты идешь в центр, и у тебя по правую сторону уже почти кончаются поля вот эти, вот эта часть, где я такая проезжаю. А-а-а. У тебя этот магазин, ты заходишь… Уже около этого малого и больших дворцов, да? Ну, недалеко даже, да, вот от памятника Деголио, совсем недалеко, ты заходишь, это произведение искусства. Ты ходишь по этому магазину, вот стены – это сплошные картины, ну, что-то сумасшедшее. Просто сумасшедшее. Это произведение искусства. Так вот, Аберкром и Эльфич, пожалуйста, у них долг и беде, между прочим, двушечка всего. Совсем немного. Компания нормальная, хорошая, качественная вещь. Не самые дорогие, но вполне качественные. Так вот, пожалуйста, дают 6,8, по-моему, сейчас годовых доходность пятилетней банды. Нет, я не хочу сказать, что вы обязательно их берите. Просто можно найти, хотите что-то понадежнее, можно найти 5 годовых, 6 годовых долларов. В любом случае, бабушке прогулка по Елисейским полям не вредна. Хотя ты мне прям насыпал, насыпал вот сейчас соль на незаживающую рану. А последний раз, когда я был в Париже в ноябре прошлого года, я совершил один неприличный поступок. Я на Елисейских полях зашел в Макдональдс. У меня подозрение, что Франция больше не даст мне визу за оскорбление вот какому-то национальному достоинству. Ну да, ты совершил смертный поступок. Я рисковал, это был вечером. Это греб, это греб. В общем, мне стыдно, но вот съесть в Париже на Елисейских полях Макдональдс... Лучше бы ты каштаны на улице съел. Это я заел, я немножко искупил свою вину. Кстати, какие же они невкусные оказались. Не ругай каштаны, я обожаю, как белорусы, картошку. Окей, идем далее. Значит, насколько оправдана в текущих условиях ставка на то, что раз все ждут, ну уж все вы, кстати, не правы, дальнейшего снижения S&P в пику начнется рост прямо с понедельника. Ну, кстати, моя версия, вот у меня ставка именно на это. Может быть, ребят, может быть, потому что могут ждать вот этот вот как раз пакет помощи, могут о нем начать разговаривать, рынки возбудятся. И, понимаешь, 2 триллиона – это, как говорится, 2 триллиона – это не 1 триллион. Вот, это большие деньги, и тогда, да, все может произойти. И я не исключу, что рынки пойдут кверху. Кстати, вот я, например, не знаю, как откроются рынки вверх-вниз, правда? Я, честно говоря, очень надеюсь в понедельник и во вторник наверх, потому что у меня в сентябре оказалось гораздо хуже, чем я знал, и у меня последний шанс закрыть его в плюсе. Сейчас минус 0,4 у меня по сентябрю. Ну, будем, что называется, посмотреть. Осталось несколько часов. Я хотел похитничать, но не буду. Хорошо. Еще вопрос, о котором, кстати, ты упомянул, и наш зритель спрашивает. И я, кстати, никогда… Сегодня мне его задали под одним из наших видео. Я написал, что, на мой взгляд, отношения к финансовым рынкам не имеет, но уже понял, что твой взгляд на ситуацию другой. Сильно ли Карабах ударит по нашему рынку? Да не сильно. А какое у меня это отношение? Во-первых, Карабах – это вообще некая вещь в себе. Во-вторых, ты знаешь прекрасно, что Путин не слишком любит Пашиняна. То есть там любови, как и с Аркисианом, нет. Вот такой засос нет совершенно. Поэтому наши влезать в это дело по-серьезному не будут. И, кстати говоря, именно поэтому Азербайджан знает об этом. Поэтому они сейчас так раздухарились. То есть есть, конечно, определенная красная черта, и она сегодня была обозначена, когда Россия будет вынуждена исполнять свои обязательства по ДКБ. Но будет это сделано, скажем, ну, ты же понимаешь, можно бежать впереди паровоза, а можно спокойно по регламенту. То есть это больше ударит по турецкому рынку, получается? Ой, да ни по кому это не ударит. Слушай, ну, я тебя умоляю. Ну, постреляют, сожгут пять танков. То есть пойми, я очень люблю моих друзей-армян. Я вполне хорошо к моим друзьям-азербайджанцам. Я не люблю, когда льется кровь. В принципе, я пацифист. Нет, я вообще пацифист. Я не люблю, когда люди убивают друг друга. Мне это больно. Но в данном случае к экономике это имеет очень маленькое отношение. Ну, совсем маленькое. Хотя для Эрдогана, между прочим, эта там заварушечка, это хороший способ отвести немножко внимания от экономических проблем. Ну, главное, чтобы только этот самый товарищ не заигрался. Ну, от себя добавлю, что, скорее всего, мы через неделю или две будем иметь реляции новостные сразу о двух победах. А, это да. Это, кстати, всегда так на Востоке. Ты знаешь, очень интересно. Когда израильские танки уже были на подступах к... Это было давно. В 1973 году на подступах к Каиру. В этот момент Египет рапортовал о разгроме, так сказать, израильских танковых войск. И израильская авиация. Это нормально. Это по-нашему. По-бразильски. Один танк где-нибудь застрял, да, и вот это рапортовали. Не врали же. Ну, не, не, нет. А ты знаешь, это же давным-давно, между прочим. Почему Асс... Не Ассад, господи. Это король Хусейн. Почему он в 1967 году вступил в войну? Как раз потому, что ему налили в уши, что уже, вот, можно сказать, все, израильская армия разбегается, и сейчас это самое. Его предупреждают, не лезь. В итоге потерял Иерусалим и кучу территорий. Примерно то же самое. То есть любят на Востоке пышное выражение. Любили, любят и будут любить. Работа у них такая. Окей. Несколько вопросов технически связанных с работой иностранными акциями из российских биржей я опущу. Коллеги просто просьбы на другие эфиры по теме перенести. Они хочется вернуться к нашей заявленной. Вот комментарий с понедельника. Трамп должен принять решение, одобрит ли помощь 2 миллиарда или нет. По-моему, наверное, ошибся наш зритель. 2 миллиарда. 2 триллиона, ребят. 2 миллиона. Если не одобрит, начнут падать рынки. Население начнет нести убытки. Пойдет негатив, потеряет голоса. Но все не так просто на самом деле. Не от Трампа одного все зависит. Мы, собственно, об этом говорили. В Америке президент в одиночку мало что может. Ну да, особенно в сегодняшней ситуации. Так. Евро когда-то был полтора доллара. Европа не умерла. И почему, по-вашему, такого быть больше не может? Это как утверждает Евгений. Отвечу. Это хороший очень вопрос. Я отвечу на него. Я думал об этом. Смотри. Как говорится, изменилось обстоятельство. То есть, понимаешь, все в этой жизни относительно. И, кстати, в тот момент, когда было действительно 1,5, 1,45, я очень хорошо помню. Ты знаешь, я как раз помню, менял свою тачку. Вот я конкретно. И у меня товарищ предложил, говорит, а давай я тебе, говорит, пригоню нулевочку вообще, Мерседес, джель. Я говорю, ну, давай, откуда? Он говорит, из Штатов, только из Штатов. Я говорю, а почему? Ну, потому что, говорит, а зачем мне гнать из Европы, когда курс 1,45? Вот тебе ответ. То есть, смотри, ну, тогда европейская экономика могла дышать по одной причине. Она была, она сбалансирована более. Потом потихонечку, потихонечку, потихонечку Америка отжимала рынки. Европа немножко уходила вот в этот социализм свой. И все хуже и хуже, так сказать, реагировала на все. Ну, так действительно было. И сегодня европейская экономика, вот сегодня, ну, поймите, ну, это объективный факт, но не выдержит она. Если будет курс, например, даже 1,25 выдержит, но будет очень тяжело. Экспорт резко сократится из Европы. Будет проблема. Поэтому, ну, все же относительно. Тогда те курсы были комфортными, более-менее. А если там 1,30, так вообще было замечательно 1,25. Сегодня 1,25, это уже тяжело для Европы. Все изменилось в этой жизни. Окей. Идем дальше по комментариям. Так, вот один комментарий. Здравия с черноморским приветом. Ну, тут что сказать, с учетом Москвы и смога вернувшегося осеннего. Просто, можно сказать, человек издевается над нами. Ну, и вам привет тогда. Какой у тебя смог, слушай, Сань, шикарная погода в Москве. Я ненавижу погоду в Москве почти всегда. Кроме мая после дождя, вот так скажем. Ну, кстати, мы будем благодарны, если наши зрители упомянут, из каких городов странно или сел нас смотрят. Это всегда любопытно и интересно. Поэтому, если сможете, напишите, пожалуйста. Я все мечтаю, чтобы мне кто-нибудь написал из деревни Клюевки. Да, напишут сейчас, мне кажется, инвестиционная тема, она везде. Вот хотелось бы уметь узнать мнение Евгения по ETF в портфеле на, видимо, IB, Interactive Brokers. Какие пропорции ETF и акции вы бы порекомендовали при агрессивном долгосрочном инвестировании? Ты понимаешь, это немножко некорректный вопрос, я объясню. Дело в том, что ETF, ETF и рознь. ETF можно рассматривать как аллокацию на что-то. Что такое вообще ETF? Это некая аллокация на что-то. Я могу просто купить, вот хочу аллокацию на рынок. Вот у меня есть товарищ. Когда в феврале там все падало, он ко мне прибежал в начале марта и сказал, что делать. Я говорю, слушай, не мудрость ты лукава, купи просто ETF на S&P и все. Вот просто один ETF на S&P. Больше, говорю, делать ничего не надо. И ты, по сути, покупаешь весь S&P, тебе не надо больше ничего покупать. Причем, то есть пропорции, да. Да, ты взял аллокацию на рынок. Теперь, ну как, вот есть агрессивный портфель. Ты можешь просто купить, например, на части, скажем, бандов или ETF на банды, а на части ETF на S&P и пойти спать. Дальше ты можешь купить аллокацию на отрасли. Вот я много раз говорил и повторяю. Я, например, считаю, что в долгосрок взять ETF даже на биотехнологию – это интересно. Хотя скажешь, что она уже там дорогая, туда-сюда. Понимаешь, проблема в том, что туда идут бабки, большие бабки. И будут идти туда бабки, потому что это надо. Соответственно, в этой отрасли будут прорывные открытия. И то, что сейчас AstraZeneca там и останавливают, это все ерунда. Очень много компаний получили колоссальный вал ликвидности денег. Эти деньги в итоге будут способствовать новым открытиям в других отраслях. Поэтому там будет революция в этой отрасли. И не только в этой, а смежных тоже. Теперь, взять ETF на биотехнологии в долгу, я думаю, что это неплохо. Но опять же, не на весь портфель. Дальше. Ну, конечно. Вот я уже говорил и еще раз повторяю. Я считаю, что наше будущее – это 5G. Но никуда мы не денемся от этого 5G. Никуда. Соответственно, ну, давайте возьмем ETF на него. ETF на компании, связанные с 5G. На какой-то процент портфеля. Это тоже ETF. При этом, понимаете, я вообще очень большой любитель ETF. Потому что я, например, не знаю, какая компания больше преуспеет 5G. Понятия не имею. Да мне это не важно. Взял ETF и пошел. Кинул, как говорится, вот туда. Это разумно. Вот. На что еще ETF? А вот теперь смотри. Вот сейчас у нас какие отрасли в загоне? Банки и нефтянка. Банки идут вообще по неприличным коэффициентам. Просто неприличным. За 0,2 от книжки продаются 0,3. Слушай, ну, это уже смешно. При всех NPL, при всех будущих и текущих вычетах все равно это дешево. Рано или поздно банки взлетят. Взял ETF на банковский сектор, пошел спать. Опять же в пропорции. Дальше. Ты же понимаешь, что ExxonMobil и Chevron и прочие, и же с ними, никуда не денутся зайки. Были, есть и будут. Слишком они большие. Too big, too fail. Соответственно, мы же прекрасно с тобой понимаем, что, чтобы не происходило, нефтянка рано или поздно выстрелит. Да, она может немножко просядет еще, ну и так далее. Мораль. Что нам с тобой мешает взять не сейчас, чуть позже, но ETF на нефтянку? Вот тебе, пожалуйста. Ты можешь весь портфель составить из ETF. Ничего плохого там нет. Ну, а знаешь, вот есть бар один в Москве, я люблю. Там разные вины. Там, значит, вина такие, для господ, знающих толк в извращениях. Мне очень нравится название. Ну и такие, значит, вина интересные. Так вот, для господ, знающих толк в извращениях. Да, можно поискать какие-то интересные идеи. Мне говорят, вы как? Вы сторонник инвестиций, пассивных инвестиций в ETF-ы или вы сторонник стокпикинга? Знаешь, мне это напоминает партию остроконечников и топоконечников. И вот обязательно надо быть остроконечником или топоконечником. А сторонник прибыли, да? Да, нельзя как-то вот in between быть. И компанию интересную найти. И при этом вложиться в отрасль, не думая. Вот я не знаю, какая компания в биотехнологиях выстрелит. Не хочу знать. Взял. Не знаю, там 5G какая выстрелит. Да пофигу мне. Взял ETF-ы. Не знаю, какая из нефтянки лучше выстрелит. Или из банков. Взял туда. Ну, логично. Я, кстати, тем, кто интересуется вот этими довольно распространенными версиями, что вот фармации выстрелят, биотех, я говорю, не покупайте компании, потому что вы же не угадаете или не сможете распылиться на все. Купите тогда ETF-фонд, если уж хотите эту версию превратить в свою инвестицию. Совершенно правильно. Но иногда, ты же знаешь, хочется найти толк в возвращениях, как говорят вот эти вот виноделы. Так вот, иногда хочется действительно сделать какой-то все-таки стокпикинг, если ты понимаешь, что у компании действительно какой-то потенциал. Ну вот, есть такое дело. Вот есть там пару компаний, которые я люблю, которые считаю, что выстрелят. Ну, я их буду брать. Это не является инвестиционной рекомендацией, но тем не менее. Ну, смотри, вот есть компания, которая называется Kratos Defense. О, мой любимый в портфеле, он мне 100% принесет. Ну, пока... Нет, ну пока Kratos, извините, пока он ведет себя как дерьмо в проруби, болтается туда-сюда, он уже начал было расти. Почему? Что такое Kratos? Это истребители шестого поколения, беспилотники, валькирии. Это вообще что-то сумасшедшее. Это действительно сумасшедшее. Это будущее авиации, ну, имеется в виду, боевой авиации. Компания стоит всего 2 миллиарда. Удвоится и вот так, по большому счету, пару-тройку заказов. Но она может и не удвоится. И она уже очень давно болтается. И у меня с моими аналитиками спор. Мы поставили на кон серьезные деньги, аж 100 долларов с одним моим аналитиком. Да. Я сказал, что она улетит наверх, он сказал, что нет. Ну, вот, черт его за это, то ли он будет прав, то ли я не знаю. Ну, смотри, есть еще одна компания, которую я люблю, но хотя, честно говоря, наверное, может, я и не прав. Это пока моя неудачная инвестиция, к сожалению, плачу о ней. Это ТЭВА. Дело в том, что этой компании последнее время, ну, как последние годы, постоянно что-то не везет. Вот, знаешь, как был вот этот вот премьер-министр Японии АБЭ, который молодец, так сказать, все сделал правильно. Только ему постоянно не везло. То Фукусима, то Шмукусима какая-то, то еще что-то. Правда, АБЭ не везло, хотя мужик был грамотный до невозможности. То чуть подписал мирный договор, опять же, там, американцы влезли и так далее. То есть, вот всегда ему что-то мешало. Вот ТЭВА та же история. То они влезли и купили вот эту огромную компанию, взяли огромные долги. Сделка неудачная, ужас-ужас, выкарабкались, стали снижать долговую нагрузку, как-то разбираться со своими проблемами. Бах-трах, опиоидный скандал. Выкрутились из него, все уже хорошо. Новая тема, скандал, связанный теперь со взятками и с незаконным продвижением. Ну, честно говоря, этим все занимаются, фармацевтические компании. Ничего там нового нет. Называется Welcome to the Club. Как говорится, они все только этим занимаются. Но, опять же, ударило по рынку. Ну, что делать? Я все жду, знаешь, а он все ждал. Может быть, хотя мои аналитики кричат, Евгений Борисович, расстаньтесь вы с этой ТЭВой. Может, они и правы, ты знаешь. Это моя боль. Ну, будем посмотреть, что называется. Идем дальше по комментариям. Два, не обижайтесь, к сожалению, я все-таки оставлю за скобками, потому что точно отводит нас от темы даже в широком понимании эфира. Это, что думаете про Совкомфлот и Ростелеком? Они точно от Байдена с Трампом зависеть не будут, разве что очень непосредственно. А вот несколько вопросов. Подожди, 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 подожди. Про Совкомфлоту я скажу. Мы посчитали, я не помню, то ли 4, то ли 5. Короче, я сейчас не помню точные цифры, не хочу врать. Но мы в канале написали, мы делали оценочку Совкомфлота. Значит, я сейчас попробую поисковику поискать. Мы просто адресуем. Вот как раз мои коллеги сбросили ссылку на телеграм-канал Евгения Когана, Биткоган. И там вот Евгений сообщает, что по Совкомфлоту есть информация, есть размышления на этот счет, да? Да, мы сделали оценочку. И, короче говоря, мы посчитали, что она должна быть где-то на оценочке примерно 4,4 пи. Короче, мы дали некую оценку, сколько примерно она может стоить, и выше какой оценки не стоит брать. У нас-то все есть, можете посмотреть. Правда, сейчас не помню, надо глянуть. И мои коллеги дали ссылку на YouTube-канал Евгения Когана, поэтому два пути. Так, и вот вопрос тоже такой широкий, конечно. Это вопрос по акциям ФААНК, нашей любимой такой теме российских инвесторов, наверное. Ой, ты знаешь... А вот в контексте выборов, опять же, давай посмотрим на эту тему. Да при чем есть выборы, не выборы? Ты знаешь, самое интересное, у меня в пятницу мой аналитик главный ко мне прибежал, Евгений Борисович, надо Apple брать, надо поутру. Утру в Америке. Давай брать Apple. Ну что-то я вот... Да ну его нафиг, сейчас Америка упадет, не надо, не надо. Apple в итоге вырос там процент на 2,5, но он мне козу-базу делал потом. Вот. Вот, а что думаешь? Я демократ. В данном случае сказал, да, не прав. Вот у Apple будет сейчас представление новых моделей, и там много чего интересного будет. Поэтому обычно они растут в таких ситуациях. Я был не прав. Ну, кроме одной ситуации, когда помнишь, погнутые какие-то были айфоны. Не, не помню, но не важно. Честно, не помню. Короче говоря, по фангам и выборам. Смотри, демократы, они вообще не очень хорошо относятся к вот этим вот фангам. Да, они все равно на допросы какие-то вызывают. Да, 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 да. И, честно говоря, если в итоге будет Байден и ГУП-компания, то, ну, я не думаю, что у фангов будет так все здорово. Они будут добиваться... Они же, понимаешь, они же как за справедливость, за правду. Вот, поэтому будут требовать реструктуризации, будут требовать их разделения там. Вот, нельзя там монополии. А ты же помнишь, как из-за этой идиотки Акасии Кортес вынужден был, по-моему, Амазон уйти... Амазон или, подожди, или Гугл. Кто-то из них должен был уйти из Нью-Йорка. Да, да, да. Короче, там есть одиозная барышня совершенно... Ну, их отлично навальный. Какой навальный? Я тебя умоляю, просто идиотка полная. Но при этом она добилась... Мы изгнали из города, значит, вот этих вот жирных котов. Там мэр Нью-Йорка за голову хватался, вот так лол срывал. Понимаешь, какой бюджет из города ушел. Они хотели делать кластер в Нью-Йорке. Но она там настолько долго воевала, что в итоге они предпочли сделать, по-моему, в Нью-Джерси. Или где-то еще, не помню уже точно. Ну, вот есть такие товарищи, там, демократической партии. Самая одиозная из них – это вот гражданочка Кортус. Но еще она праздновала победу. Знаешь, вот эти леваки еще счастливы были. А миллиарды долларов ушли из города. Ну, то есть ФААНГ сегодня все-таки как бы выборочувствительная группа, да? Думаю, да. Думаю, да. И я полагаю, что… Смотри, вот сказать, что они на пределе своих возможностей, что они уже слишком дороги. Ну, да, они дороги. Они дороги по всем показателям. Но есть одна проблема. Скажи мне, Ян, а сколько стоят патенты? А ты же знаешь, что ФААНГи сейчас… Понимаешь, вот еще в самом начале пандемии, еще в марте, я говорил, что, ребята, вот кому будет хорошо в этой ситуации – это ФААНГов. Почему? У них отрицательный чистый долг. Они сейчас скупят все на свете. И по кризису… Сейчас, кстати говоря, пошли очень серьезные сделки МНА. Вот сейчас пошли. Именно сейчас. Они покупают кризис, грубо говоря. Они все покупают. Они патенты сгребают все. Они покупают компании. Они сейчас подгребаются, понимаешь? И в этой ситуации, вот как у нас Сбербанк стал гигантской экосистемой, да? Вот сейчас вот эти вот компании, они подгребают под себя самые разные патенты. В итоге мы эти ФАНГи не узнаем очень скоро. Это будут гигантские мультипрофильные вот такие корпорации, понимаешь? Которые будут давать тебе, ну, вот все. Гигантские вот эти экосистемы. А сколько стоит такая экосистема? Ну, да. Вообще непонятно сколько. А сколько стоят патенты, которые прорывы в будущее? Они же, пойми, вот, допустим, ты придумал какой-то патент. И он действительно прорыв. Ну, хорошо, тебе предложили миллиард. Ты что, не продашь? Продашь долларов. Продашь за пять минут. В их руках это превращается в 10 миллиардов. В 20 миллиардов. Вот моментально. В 50 миллиардов. Вот и все. Мне очень приятно подтверждение вот тому, что меня чисто на инвесторском уровне. Я в свое время относился довольно скептично, так прохладно. А потом вдруг я пересмыслил ситуацию с фангом. Сегодня вошел во все. И буду держать в среднем сроке, и, видимо, в долгое сроке по этой позиции. Ну, поосторожнее. Они все-таки безумно дороги. Смотри, по классике они дороги. Только классика сегодня, она вопрос творческий. Хотя, знаешь, вечная классика, она все-таки... Это здравый смысл. Ты имеешь в виду индикатор P&A? Не только P&A. PS, P&A, там BB, ну, денежный поток. Ну, там много чего. Но они, пойми, они дороги абсолютно по всем показателям. Кроме одного. Вот когда разговор шел про Теслу. Та же самая фигня. Что происходит с Теслой? Вот когда ко мне люди приходили и говорили, она безумно дорога. Я говорю, да, она безумно дорога. Но шортить ее не надо. Почему? А потому что сколько может стоить мечта? Теслу – это мечта. Не надо. Она может и упасть, может и вырасти. Мечту не шортят. Но мечту я лично против того, чтобы покупать ее в лонг. Потому что действительно, это бред, сколько она стоит. И стоила. Поэтому, ну, просто можно не инвестировать туда. Что, не во что инвестировать, что ли? Вот то же самое, понимаешь? Сколько стоит мечта? Сколько стоит патент? Сколько стоят вещи, которые мы сегодня не в состоянии оценить? До хрена его знает. Ну, поэтому я вот как раз, знаешь, опять совпали наши мысли. Просто удивительно. Я недавно как раз говорил о том, что есть еще, как ни странно, эмоции в инвестициях. Я по Тесле огромную прибыль зафиксировал. Но я оставил Теслу только, знаешь, совсем уже для того, я хочу быть с этим парнем. Ну да, он удачливый. Ты знаешь, это очень важно. Нет, я даже не с точки зрения денег. Я морально, эмоционально хочу быть в этой истории. Да, потому что приятно быть с человеком, который говорит, а я плюю на потолки. Если есть потолки, то я готов своей башкой пробивать, потому что мне вообще непонятно. А вот, кстати говоря, по поводу совкомфлота я нашел эту оценочку. Мы считаем, что если он будет стоить больше, чем 2 миллиарда долларов, то это уже дороговато. Ну, вот где-то как-то так. То есть, вот если за 2 миллиарда, то покупать можно. Ну, опять же, дело такое. Ну да. Так, еще комментарии. Все ВТФ золото всей котлетой. Ну, автор комментариев, вот фамилия знакомая, где-то я еще слушал, Скрудж. По-моему, это известный инвестор, который все в золото инвестировал. Поэтому, но на его совесть ее оставим. Мы уже констатировали, что очень-таки... Смотри, я много, я долгие годы кричал золото, золото, золото. Так же, как уважаемый товарищ Скрудж. Вот. Но сейчас я просто говорю, мы можем по-прежнему сидеть в золоте. Просто надо понимать, что если мы ждем инфляцию, золото наше все. Если мы ждем геополитических стрясок, золото наше все. Но, если мы боимся баллов рынка, нет, ребята, осторожнее золото. Спасибо. Мы об этом уже говорили. Спасибо. Ну, не вредно. Повторение, мать, учение или инвестирование. Вот тоже очень мне нравится вопрос. Он возвращает нас от немножко красивых размышлений к очень конкретной теме. Хотя, может, и сложно так сказать. Но, тем не менее. В каких активах или секторах встретить выборы? А из каких выйти? Есть замечательный сектор. Называется кэш. Вот шикарный сектор. Вот я бы предпочел встретить... Слушайте, у нас столько было возможностей поиграть в эти горки. Вам не надоело, ребят, в этом году? Такой год был. Столько всего. Вы знаете, иногда неплохо на заборе посидеть. Взять забор, чайку, кофейку, там, расслабиться. Короткие банды. Вот просто и понаблюдать. Ну, куда вы спешите? Ну, ради бога, хотите понаблюдать, извращенцы? Ну, нет. Ничего там плохого нет. Но купите вы колы и путы одновременно. И вот вас будет носить, а вы будете то эти закрывать, то те. Тоже хорошая штука, кстати. Мне нравится. Давай прям конкретно тогда. А вот мы этой темой все-таки широко так не занимаемся буквально. А на твоем канале люди могут? Вот кто скажет, окей, мне интересна тема с опционами. Они более подробную технологическую информацию могут получить уже, да? Смотри, у меня есть канал по подписке, платный канал. Значит, называется BID Kogan. Только он закрытый. То есть его через бот можно зайти. Значит, там у меня разные портфели. И в частности подписчики мне все просят. А вот давайте вы там сделайте портфель из деривативов. А я все ухожу от этого, как черт от Владана. Знаешь, почему? Очень же рискованная тема. Завтра малейшая ошибка какая-то, человека выбросит. Я не хочу отвечать за... Понимаешь, если я ошибся и купил там на 2% Кратоса или Боинга, ну, хорошо. На 30% от активов ошибся, но на 40% не ошибся. Ничего, главное в 60% быть правым. Но если я ошибся по-крупному, вот в опционах, там же плечо какое, понимаешь? Я боюсь реально. Я просто боюсь, что, ну, может выбить. А потом люди придут с претензиями, я не хочу. Знаешь, надо быть очень аккуратным. Это, наверное, было бы безответственно. То же самое, аналогичный вопрос, но к другому уже адресовано. В смысле, к другому сектору совершенно. Какие перспективы российских суверенных бандов стоит ли держать или выходить? Какие... Ну, давайте, не какой сценарий я перефразирую. Какие сценарии движения? Смотри, с точки зрения российской суверенки, глобально риска дефолта никакого нет. Есть, то есть, у России огромные, еще раз говорю, резервы. Все нормально, платить будет. Есть одна проблема. Российский долг довольно дорогой сегодня. Он торгуется очень дорого, доходности там маленькие. Риски достаточно большие, особенно если придут демократы и покажут нам кучкину мать. С новыми санкциями там и так далее, там подобное. Наши банды, особенно длинные, особенно бессрочные, типа там бессрочный ВТБ и так далее, может поколбасить хорошо. Очень может поколбасить. И тогда я задаю себе вопрос, а нафига? Короткие наши банды дают очень маленькую доходность. Длинные, ну, типа вот этих вот ВТБ, например, в которых я ни на секунду не сомневаюсь, что там все будет нормально. Они уже не такую высокую доходность, как давали там 8, там 10 годовых были колебания. Поэтому я предпочитаю сейчас посидеть скорее в американских хороших корпоративных бандах, вот, а не в наших, потому что они переоценены немножко. Любят наши инвесторы, любят, понимают. Думаю, вполне конкретный ответ. Вот еще вопрос, чтобы по IT-сектору, Apple, Amazon, Microsoft, Nvidia держать до выборов. Ну, вот мой ответ вот простой бы тут. Я держу практически все, Nvidia у меня сейчас нет, но до выборов я, наверное, просто чуть-чуть уменьшу. Там, где прибыль, зафиксирую, чуть-чуть уменьшу. Я не знаю, я вот, я не могу дать ответ на этот вопрос. Почему? Потому что, я еще раз говорю, что если придут демократы, то они начнут браться хорошо за этих всех ребят, особенно за Facebook. Вот, поэтому... Идем дальше по комментариям. Вот интересный комментарий. Прям проблема поднята для воскресенья, серьезная. Пойду накачу под такую беседу. Это очень хорошая тема, кстати. Очень правильная тема. И главное тут... Я на антибиотиках не могу. Напомню, что Евгений пока простужен, поэтому вот он не может присоединиться. Но я тут хочу сказать, что не смотри, неважно, кто Трамп или Байден, вот этот сценарий, он рабочий во всех вариантах. Надо обдумать. Так, вот интересный комментарий. Я смеюсь сейчас не над автором, а действительно есть такой. Некоторые специалисты на YouTube предрекают переход к периоду постоянного повышения процентов ставок в ближайшие несколько десятилетий. Согласны ли вы с этим? Десятилетий я согласен. Ну, давайте так. То, что процентные ставки сейчас не отражают ничего, это факт. И то, что деньги ничего не стоят, это неправильно. Потому что когда деньги бесплатные, это рождает колоссальные перекосы. А когда деньги отрицательную стоимость имеют, как в Европе, это вообще кошмар. Но проблема в том, что как только начнут сейчас ребята повышать процентные ставки, тут же они столкнутся с жуткой проблемой. У них пойдут мощные корпоративные дефолты. И стоимость обслуживания госдолга возрастет. Поэтому будут делать крайне осторожно, крайне не торопясь. Поэтому я думаю, что мир обречен жить... Бесплатных деньгах, да? Да нет. Ну, 3-4-5 лет достаточно дешевых. А там посмотрим. Значит, я боюсь загадывать. Ну, вот я абсолютно согласен. Поэтому я говорю, если про несколько десятилетий, то согласен я с таким прогнозом. Слушай, через несколько десятилетий мы все будем жить в коммунизме. Вот его Никита Сергеевича спрощает. Он обещал. Так, окей. Вот, кстати, уточнение хорошее от нашего зрителя. Не вопрос, а уточнение. Большинство бабушек сидят, и тут думаешь, на скамейках? Нет, наверное, написано на Московской и Санкт-Петербургской бирже. Вот так вот теперь с бабушками у нас поступают. Я у Ромы Горино обязательно спрошу, где у него там камеечка для бабушек. Так, коллеги, ну вот тут еще куча вопросов. К сожалению, все мы не успеем. И по рейд-фондам, и рейд-компаниям. И даже по биткоину. И еще целый ряд вопросов. Я еще раз напомню, вот как ситуация Армении и Азербайджана отразится на рубле. Мы уже об этом говорили, поэтому адресую вас немножко к началу, наверное, эфира. А по целому ряду вопросов, я думаю, что Евгений Борисович Коган с удовольствием ответит на все ваши вопросы на своем канале. Или вы найдете там уже ответы. И напомню, что ссылка на канал Биткоген в Телеграме и на Ютубе, во-первых, в чате этого эфира, а во-вторых, после того, как он выйдет из формата прямого эфира, формат записи появится в описании, может быть, уже сейчас мои коллеги этим занимаются, вот мне подсказывают, что занимаются, в описании под этим видео. Так, вот, ну, это приятно прочитать, хотя, может быть, к делу не относятся. Любой стрим с Евгением Коганом интересно смотреть. И наши коллеги сообщают, вот я попросил им, сообщают, Айдерля, я не знаю, это город, надеюсь, это тогда интересно очень, Самара, Сургут, Москва, какая-то, не знаю, Казань, Екатеринбург, Санкт-Петербург, в котором сегодня отличная погода, да, вот уж, вот и привет из села Алтайского, вот так вот нас. Опять Санкт-Петербург, еще раз Санкт-Петербург, я не знаю, ничего, они теряются, у них сегодня купались люди на Финском дале, я знаю, Коломна, Нижний Новгород, Петербург, Москва, Калуга, Солнечногорск, вот, опять Петербург, Пермь, Энгельс, Гадюкино. О, я ждал, я ждал. Его, кстати, да, его, как известно, так и не смыло, если тогда не смыло, то выборы Трампа и Байдена точно. Так, Иркутск, Дубай, опять Казань, опять Пермь, опять много-много Санкт-Петербурга, Ростов, деревня Услон, Монте-Карловка, уже, ну, деревня, конечно, наша любимая Керчь, наш один из самых постоянных зрителей, моральная главная поддержка. Мы Тищи, вот так, и Волгарск. Родной мой Омск, понимаешь, это для меня особенно приятно. Ты омешь, да? Я сам никогда там не был, к сожалению, но мой когда-то прапрадедок был городским головой, и там центральный проспект назывался когда-то в честь нашей семьи, нашей фамилии, а потом стал носить имя Ленина. Туапсы Балашова, деревня Калмакова, Хуторь, Ханьков, Краснодарский край, Иван, Иванова, так, и Екатеринбург, да, я так, может быть, даже опромечу. Привет из Аргентины, Буэнос-Айрес. О-о-о, Буэнос-Айрес. Вечная весна и вечный карантин. И вечный дефолт. Да, да, да. Так, Ян, добрый день. Если хотите меньше болеть, в общем, постарайтесь полюбить любую погоду в любое время года. Это реально работает. Но это вот к Евгению в этот раз. Он у нас с температурой, тем не менее, вышел на эфир. Спасибо. Да ладно, у меня невысокая, всего 38, нормально. 38? Ага, нормально. Окей. Так, Анапа. У меня чем выше температура, тем я более бодренький. Ну да, так бывает. Как, собственно, у фондового рынка. Как только температура ненормальная, он более, в общем-то, бодренький. Коллеги, спасибо огромное, что надкликнулись на наш призыв замерить такой географический момент. Ух ты, даже из города Сальвадор до Баи, Бразилия. Хороший город. Правда, знаю его только по романам Жоржа. По-португальски я не могу, к сожалению, ничего сказать. Помнишь, это генералы песчаных карьеров? Да, конечно, помню. Вот, это же там все происходит. Да, 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 да. Одесса. Я кончаю перечислять, а то еще полчаса мы будем перечислять. Да, да, да. Спасибо. Спасибо в любом случае всем нашим зрителям. Спасибо за сегодняшний эфир. Извините, что не все вопросы мы сумели, но, опять же, мы уже три раза отсылали на канал Биткогона. Думаю, что в процессе вы там с удовольствием пообщаетесь. Но вот еще один какой-то такой комментарий. Видимо, тебя узнали, Евгений. Пишет человек, что я где-то видел этого гитариста. Ты что, ты это, подожди. Гитара у меня просто стоит. Нет, она не просто стоит. Люди уже где-то видели и где-то слышали. Я понимаю, что 38, но, может быть, именно закончить эфир про выборы логично песней. Ты знаешь, вот я нашел... Хорошо. Я уже запустил это в YouTube. Просто поприкалывался. Нашел песенку. Самое интересное, что автора я не нашел. Не знаю, кто автор. Так что... Ну, а слова гениальные. Явно писала женщина. Музыка, ну, соответственно, там народная, международная. Но очень смешная песенка. С лицом измученным и серым. На белой семятой простыне, Как жертва бешеной. В колеру Лежит коленками к стене. Протяжно стонет, как природа. Трясется градусник в руках. Вся скорбь еврейского народа Застыла в суженых зрачках. По волевому подбородку Струится пенная слюна. Он шепчет жалобной рукой. Как ты с детьми теперь одна? В квартире стихли разговоры. Ночник горит Едва-едва Темно Опущены все шторы. У мужа 37,2 Спасибо. Это была финальная песня. Финальный аккорд Болеющего российского известнейшего инвестора и аналитика Евгения Когана. Спасибо. Если говорить серьезно, Евгений, спасибо огромное за эфир. Несмотря на температуру. Я думаю, все желают выздоровления. И Евгений... У меня не поведу. У меня все хорошо. Нормально. Отлично. Ждет вас на своем канале. А мы надеемся с Евгением устроить следующий стрим уже, наверное, вскоре после выборов по итогам и в преддверии Нового года. Спасибо. Спасибо, друзья. Было очень приятно. Ян, спасибо тебе огромное. Спасибо, Евгений. До встречи. Будьте осторожны, друзья. Счастливо.